В Челябинске восстанавливают зеленый щит. Деревья и кустарники, вырубленные в предыдущие годы во время дорожной революции и строительства жилых кварталов. Высадки проходят по инициативе губернатора Бориса Дубровского, прежде всего в новых микрорайонах. Так, на Тополинке теперь появилась аллея астролистных кленов. Высадку провели волонтеры по главе с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым. Саженцам уже по 7 лет. Они достаточно крепкие и жизнеспособные, а потому должны легко прижиться на новом месте. Мы решили поддержать инициативу губернатора Челябинской области по восстановлению зеленых насаждений, те, которые у нас пострадали, помните, в ходе дорожной революции, в ходе вот такого бездумного точечного строительства и так далее. И сегодня мы здесь высаживаем аллею астролистных кленов. Это наши уральские деревья, которые гарантированно приживутся, которые не умрут в мороз. Университетскую набережную для высадки выбрали не случайно. Раньше в этом районе была большая тополиная аллея. Но ради новых кварталов деревья вырубили, и теперь жилые дома ничего не отделяют от дороги, а значит пыли, шума и автомобильных выхлопов. Со временем восстановить баланс помогут саженцы. Хорошо с экологией, конечно, надо восстановить. Я не знаю, обязательно район молодой, строится. Посмотрите, сколько домов. Это же люди, это люди молодые, это дети. А как без деревьев-то? Ну, когда вырастут, лучше будет. А то, что сажают, что ли? Конечно, хорошо. Ну, что ты скажешь? Отмечу, что эта высадка не единоразовая акция. Пятый год подряд, поддерживая инициативу Бориса Дубровского, волонтеры проводят высадку деревьев и бесплатно раздают саженцы. Сосны, рябины, яблони, пленов. Кроме того, весной в Саду Победы появились две аллеи даурских лиственниц. Это потомки уникальных деревьев, которые почти погибли в результате расширения дорог в центре города.